Помочь найти работу якутянам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это один из пунктов указа главы Якутии Егора Борисова о мерах социальной поддержки населения. Кто уже нашел свое место работы и какие предоставлены условия труда, выясняла Юлия Великодная. На сегодняшний день 13 человек трудоустроены в различные организации, как в бюджетные, так и в частные фирмы. Олеся Бутина каждое лето пробует себя в разных сферах деятельности. В этом году она занимается озеленением и получает за свою работу 13 тысяч рублей в месяц. Оплата мне, в принципе, нравится. Работаю только в летний период, так как мне физически тяжело работать. И у меня для восторонника МПРС, и я работаю только одной рукой. У нас объем работы очень большой, центр города полностью весь наш. А многодетная мать Сардана Петрова по направлению от центра занятости поступила на должность санитарки в дом ребенка. А через некоторое время обучилась на сотрудника младшего медперсонала. Палиативное отделение, в котором работает женщина, открылось только в феврале. Там она ухаживает за тяжело больными детьми. За этот период работы она показала себя как очень трепетно относящаяся к детям и ответственный работник. При этом фронт работы, скажем, такой достаточно тяжелый. Основная трудность в поиске работы для человека с ограниченными возможностями здоровья заключается в отсутствии специального места. Но сегодня все больше организаций стараются это исправить. А центр занятости помогает реализоваться в профессиональной деятельности. Наш психолог как раз проводит тестирование и потом может предлагать те или иные профессии, где они могут работать. И тут, конечно, люди, которые действительно испытывают трудности, им помогает потом составлять резюме. Потом далее даже помогает как по переговорам с работодателями, даже как разговаривать по телефону. Ну и, конечно же, внешний вид. Это вот когда всегда же говорят, что когда приходит человек, в первую очередь всегда они по одежке встречают, а потом провожают по уму. Помимо заработной платы, инвалиды, многодетные и другие категории граждан получают материальную помощь в размере с 7 тысяч рублей.